В этом видео пойдет речь об одном оборотне, Артеме Левшине, теперь уже бывшему сотруднику полиции. Что вы виделись? Да? Да. Когда? При каких обстоятельствах? В Кабарде. В Кабарде? Останавливался у меня на посту, да. В Кабарде? А, ты сотрудник что ли? Я? Да. Не, я там проходил. Ты, говорит, у меня на посту останавливался. У меня? Не. Ты только что сказал. Я в Кабарде на посту. А ты не сотрудник? Не. Не сотрудник? Никогда им не был. Не. Что пиздит эта п*** тутка. Предыстория была такова. Был остановлен сотрудником ДПС автомобиль Ауди Ку-7. За рулем находился гражданин Ларин, который находился в состоянии опьянения, который всячески пытался отмазаться от этой процедуры освидетельствования. В итоге опьянение было установлено. Протокол доставки! Вы здесь какую участие думаете? Понятые, я же сказал. Да, все, хорошо. Просто, ну, правда, дуй, 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 дуй. Не, это самое, не затягивайте время. Конечно, такого, да. Все, я на помощь. Андрей, даже если ты будешь тратить час на один лист ручку, то все равно не выйдет. У нас два признака. Неустойчивая поза и нарушение. Какую позу вы хотите стать? Ну, какую вы скажете? Ну, вы устойчиво встаете? У нас, видите, мы уверяю, указательный. Да, так надо, так. Где вы встаете? Вкачаете. Слышно. Прямо. Ну, вот. Вам надо в битву? Смотрите, я что в свои видео. Давайте. Вы продувать будете? Нет, я в протест. Я пойдем с протокола, он сначала разобрался, потому что там что-то написано. Я с Башаром поговорю, чтобы вас взяли в следующую битву. Своя машина у детей хватил полиции. Она весь дом. Уголовный удел. Бум. Все, баран фигнул. Протокол написано, что понятым разъяснили статьи. Так, слушайте, которые положены нам разъяснили. На тот момент, когда он совершал звонок по телефону, когда все это только начиналось, мы запечатлили, кому он звонит. Он звонил, значит, Артему Левшину, как потом выяснилось, что это действует сотрудник ДПС. Который приехал туда, и вот то, что вы увидите, то, что вы посмотрите, просто это у меня аж прослезился. Но это не от него, конечно же, это от ветра, который сейчас мне дует в глаза. Его поведение было абсолютно неадекватно. Он пытался всячески препятствовать сотрудникам ДПС, чтобы того избавить от наказания. Даже завалился на сотрудников ДПС для того, чтобы дать возможность Ларину, своему, так скажем, коллеге по пьянству, уйти, удрать. Но этого не получилось. Ларин немножко не понял его действий. Я тебя не толкал. Я тебя не толкал. С тобой тоже не разговаривал. Подожди, ты со мной что-то разговариваешь? Сюда подошел. Меня зовут Игнат. Игнат. Ты даже улыбнулся. Ты на ходу это имя сочинял? Не, 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 правда, Игнат. Игнат? Сказочный долбоёб. Пока это ерунда пускай, посыпай. Он сейчас нам насилие. Иди сюда. Андрюх, иди сюда. Сюда иди. Ой, ой. Ой, ой. Подписывайтесь на канал Дорожный контроль и всё. Скажи нам. Не хочешь? Ставьте пальцы вверх. Вот так вот. Я не хочу. Когда мне стало известно о том, что это действующий сотрудник ДПС, я написал соответствующее заявление обращения в органы внутренних дел. И к нашему общему удивлению и счастью, данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел. С позором. Поэтому, Левшин, смотри этот сюжет, запечатли его, сохрани, рассылай своим друзьям. И так будет с каждым нерадимым сотрудником, с каждым оборотнем. Всех вас ждёт только одно. Гражданка. Водитель Audi Q7 двигался по улице Плехановской. Сотрудники ДПС предприняли попытку его остановить. Он отказался это делать. В результате чего была такая небольшая погоня, он был остановлен и задержан. Сейчас происходит оформление его, как вы думаете, по какому поводу? Всё правильно. Имеются признаки опьянения. Поэтому сейчас будет составлен этот сертификат материал. Либо по 12.8 установят опьянения, либо по 12.26 откажутся это свидетельство, точнее от медицинского свидетельства. Так что посмотрим, какой вариант он выберет. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты ещё не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Андрей Валерьевич, идите сюда. Был остановлен водитель, сотрудниками дорожной подростковой службы. Ну, имеются признаки опьянения. Достаточно серьёзно, я бы сказал. Как-то он прям вышел, как летящей походкой. Вытащили. У вас, господи. Я тебя не толкал. Я тебя не толкал. С тобой я тоже не разговаривал. Подожди, ты со мной что-то разговариваешь? Ты сюда подошёл, ты сюда подошёл. Я с ним не разговаривал. Ты со мной что-то разговариваешь? С тобой. Игорь, возьми ко мне. У тебя какие-то проблемы или вопросы? У меня? У меня нет никаких проблем. Ну, чтобы не было вопросов, да, бескоро, сколько запасного стоянка для себя. Я на такси приехал. В чём проблема? В чём проблема? Ты в перчаточках? Мне хорошо. Вы решаете? Я это не зафиксал. Ну так, держи. Бордёр, да? Сейчас, верю. Да, я не зафиксал. Нет. Ну, приду что-нибудь пока? Я ровно, пускай. Посыпал. Сейчас нам насилие. Иди сюда. Андрюк, иди сюда. Сюда иди. Ой-ой. 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 Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Давай. 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 Вы нас хотите зафиксировать? Зафиксируй меня. Вас зафиксировать? Давай. Зафиксировал. Молодец. Спасибо. Чё там у тебя? Камера. Не похоже? Хорошо. Ну да. Дорогу покупал? Да очень. Классно. Чё отдал? Тебе с какой целью интересуешься? Ну, просто интересно. Ты хочешь разбить и заплатить? У тебя цель-то какая? Ой, да нахуй. Тогда зачем тебе это нужно? Ну, а потом ты скажешь. Ну, очень дорого. Дорого, блядь. Не очень дорого, поверь мне. Ну, купить можно. Хороший. Не, ну, как бы, не дороже денег. Просто мы виделись. Да? Да. Когда? При каких обстоятельствах? В Кабарде. В Кабарде? Останавливался у меня на посту, да. В Кабарде? А, ты сотрудник, что ли? Я? Да. Не, я там проходил. Ты, говорит, у меня на посту останавливался. У меня? Нет. Ты только что сказал. Я в Кабарде на посту. Ты ошибся. Ты только что сказал. Мы просто видели, что мы в тобой. В Кабарде? Да, меня останавливали и тебя останавливали. А, вон как. Да. Так, и что дальше? Ну, просто видели, что мы в Кабарде. Что ты сотрудник? А что показалось? Что ты сотрудник? А как показалось? Из твоих слов. Потому что ты сказал, у меня на посту в Кабарде. Я думал, Луна так сошла. Да не, не, не. Ни звезды, ни Луна. Ничего. Точно? Точно. Так, и к чему ты это сказал? Да мы с тобой незнакомые. И как-то недружеская атмосфера, поэтому руку сжать я тебе не хочу. Себе, ты выделываешься, да? Я не выделываюсь. А что тебе? Человеку трудно руку пожать. Подожди. Какому человеку? Мы с тобой даже не такому. Нет, нет, человеку. Ты настроен негативно. Я? Да. Я не хочу твою энергетику к себе принимать, понимаешь? Подожди, а как я к тебе негативно? Ну, вот так вот негативно. Я так чувствую. Это, протянул руку. Понял. Я тебе не пожал. Я тебе не пожал. Это как негативно? Я уже сказал. Как? Я уже сказал. Я ответил на этот вопрос? Нет. Я считаю, что я ответил. Может быть, ты хотел по-другому что-то услышать? Ну, может быть. Да. Ну, я отдал такой ответ, какой посчитал нужным. Ну, может быть. А это ваш товарищ, я так понял, да? Кто? Ваш товарищ, который... Нет. Проходили. Мимо проходили. А, и остановились. Неравнодушные граждане. Ты видел такси-то? Да, неравнодушные граждане, да? Я ездил выше. Вам не все равно, про что происходит. Я думаю, что-то происходит. Помощь нужна. Да. Понял. Чем помочь, блядь? Красавчики. Ну, тут совсем другое дело. Прикинь. Ну, где служил раньше? Ты в Кабарде на Пасху служил? Нет. Нет? А где служил? Я? Где служил-то? Нигде вообще. Не служил, да? Я тебя понял. Я в этой церковно-приходской. Я тебя понял, да. В два класса, блядь. А к чему ты сказал тогда мне, что мы с тобой где-то виделись там? Ну, просто там. Просто как бы к слову. Я на сноуборде катаюсь. Меня зовут Игнат. Игнат. Ты даже улыбнулся. Ты на ходу это имя сочинял? Не, не, правда, Игнат. Игнат? Да, в общем. Будем знакомы. Хорошо. Игнат. Хорошо. Вадим. Пусть будет Вадим. Все. Почему он стоишь на дороге? Игнат. Давай так. На первейшей части. Игнат. Скажи. Смотри, если я что-то нарушаю, то у тебя есть замечательная возможность. Ты считаешь так, правильно? Да. Мне так кажется. В этом может разобраться только знающий человек. Это сотрудник дорожной патронной службы. Что тебе нужно делать? Обратиться к нему? Если я действительно нарушаю, то у меня привлекутся. Путка ответственности. Не, я не хочу. Но я считаю, что я ничего не нарушаю, поэтому я нахожусь там, где считаю нужным, потому что я ничего не нарушаю. Все, этого достаточно. Уверен, что ты ничего не нарушаешь? Ну да, если ты хочешь в этом убедиться, обратись к сотруднику полиции. Если он посчитать по-иному, он не оформит. Не, мне кажется, что ты нарушаешь. Понял. Когда кажется, что делают люди? Они к соседям. К соседям. К соседям. Ну ты да сходи к соседям. Соседям, блядь. Хуяк. А знаешь, соседи потом кричат вот эту... Уебую свой двор. В детстве был. Я не знаю таких соседей, которые так кричат. Бабки кричали. Да файки. Ладно, да все это ерунда. Скажи, ну товарищ-то тебе, который там... Товарищ. Товарищ тебе, нет? Кто? Ну тот сидит сейчас в патроне автомобиля. Я не видел. Не знаешь? Ну. Понятно. А кто там сидит? Да человек там сидит. Человек? Да. Ты же знаешь, ты же не просто так остановилась помочь. Ты спроси, можешь, помощь нужна. Мне? Да и правда тебе говорю. Супер, блядь, класс. Честно. Я думаю, блядь, человек стоит, блядь. Надо сберечь его жизнь. И надо попросить его куда? Переместиться вот сюда. Забаркет. Перейдешь? Не хочу. Почему? Мне здесь так удобно. Почему? Ну потому что я не хочу. Этого достаточно. Для меня нет. Ну честно, вот думаю, блядь, вдруг тебя собьют. Не собьют. Точно? Железно. А почему ты уверен так? Потому что такая уверенность у меня. Какая? Ну вот такая, железная. Не волнуйся, блядь. Ты прям это, как говорится, кремень парень, да? Да пусть будет так. Все, не варяйся. Ну мне все равно это тебя, блядь, вот страшно. А страшно. Да мне уже самому стало страшно. Я тебе переживаю, блядь, вот мало ли вдруг. Какой ты душевный человек. Мало ли вдруг, блядь. Не дай бог. Не накаркай. Честно. Ты, я, я не глазливый, поверь мне, блядь. Ну ладно. Где вот бордюр вешу вот тут же я? Ну уж перейдешь, не. На сторону зла? То есть не получается, блядь, это. Я вот тебе прошу. Я на стороне добра. Да мне удобно. Ну послушай, я буду боком к тебе стоять, а мне так как, ну, наверное, неправильно было бы вот с боком вот так общаться. А так мы, как говорится, вот общаемся лицом к лицу. Эй, хватит тебя, я тебе приму сбоку. Честно, говорю, приму сбоку. Да ладно, все нормально. Давай о чем-нибудь другом. Если хочешь о чем-то еще поговорить, давай поговорим. Либо просто постоим и помолчим, и то будет хорошо. А что, помолчим? Погрустим. Ну, наверное, да. Чего ты говоришь еще раз, кем ты меня назвал? Фунтиком. Ну ты тогда петух, если я фунтик. Ты уверен? Ну если я фунтик, то ты петух. Ты уверен? Если я фунтик, то ты петух. Мне кажется, что ты фунтик. Нет, а мне тогда кажется, что ты петух. Так нельзя делать, понимаешь? Я тебя не обзывал. Кто это? Я тебя тоже... А фунтик это что? А петух тогда тоже не оскорбление. Ну, мунтик смотрел. А ты вообще петухов знаешь вообще, животных таких? Не, не знаю. Не знаешь? Ну, вот такие существуют. Поэтому не надо меня оскорблять, и я тебя не буду. А это не существует? В природе, в мире животных. Ну, это где? Я жур ответил на твой вопрос. Не, не ответил. Поэтому не надо оскорблять, чтобы тебя не оскорбляли. Давай останемся людьми, даже при том состоянии, в котором ты находишься. Фунтик такой был, блядь. Я тебе еще раз говорю. Я ни на что не обижаюсь. Ты не оскорбляй, тебя никто не будет оскорблять. Нет, фу. Веди себя нормально, достойно. Знаешь, вот это вот. Я тут был мультик такой. И все. Ну, я тебя спросил, фунтик ты или нет? А? Я тебе ответил на твой вопрос. Если я фунтик, то ты петух. Нет, ничего я не ответил. Ни хуй я не ответил. А что там, это? Ты пальцы свои не надсувать. Я пальцы свои не суваю. Не суй. Я могу тебе в другое место сувать. Да? Ты себе его засуй. Прикинь. Прикинь. Что я там? Красиво, не? Не знаю. Как ты себя видишь, такой ты и есть. Ну, просто красиво, не? Ты вопрос не ко мне этот задавай. А кому? К друзьям, к своим подойди. Ты же с ним стоишь. И что? Ну, просто красиво, не? А тебе сколько лет? А ты кто? Мне кажется, мензурка какая-то маленькая. Какой-то совсем щегол. Это ты сейчас мне говоришь? Щегол. Глянь, он даже на это реагирует. Ты даже на все реагируешь? Прикинь. Что-то у тебя словесный понос, я смотрю. Дрищешь словами. А так лучше. Вот эту вот, эту, убери у себя, блядь, вот эту вот. Которую дрищешь вот эту. Дрищешь словами просто. Выдави ее, пожалуйста. Не знаю, никак не угомонишься. Выдави ее, пожалуйста. Ты не замерз, мне кажется, у тебя мозг заморозился. Иди погрейся. Нет. Иди расслабься, погрейся, попей чайку. Пойдешь со мной? Я с тобой пойду. С тобой пойдут вон мои братья. А ты пойдешь? Братья пойдут со мной. С тобой. А куда она должна с тобой пойти, скажи мне? Пойдут? Я не с тобой, разговариваю. Ты род свой закрой, тебе вопрос задали. Говорю, род свой ты закрой. Ты свой род закрой. Понял? Будь спокойней. Не с тобой. Не дерзи. Нормально разговаривай, понял? Убери-то его били по ходу дела. Ты слышал, нет? Это моя родная. Убери, пожалуйста, своего товарища, чтобы нормально все было, спокойно. Прикинь. Не слушает он тебя? Нет, он не слушается. Он всех там строит. Пойдем? Он пытается провоцировать. Да, да пусть мы пойдем. Кто провоцировать? Да ты кто? Я никого не провоцировал. Я разговариваю. Ну тогда подальше не общайся с нами. С кем? С нами, с кем? С нами, это с кем? Блин, он тупой вообще. Он вообще неадекватный. С нами, это с кем? Что, неадекватный? Ну, с нами, это с кем? Ты неадекватный вопрос из-за этого. Ну, получается так. Да, отодет меня неадекватный. Я не стою с тобой. Ты стоишь? Я стою. Ты можешь, ты не умеешь. Ты посмотри. У него такая карма в жизни, понимаешь? Ходите дорискать словами. Прикидываю. Ой, ебаться надо, блядь. Ой, глянь, ты матом умеешь ругаться? Представляешь. Он вырос уже. А, он, я вижу, он с чего маленький? Совсем. Ты даже других слов не знаешь никаких. Ты вот повторяешь одно и то же. Пластинка. Науч. Как вы это самое в старые добрые времена заела там пластинка? Научишь. Так зачем ты мне нужен? У тебя мозг отморожен. Научишь. 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 Вот, научишь. Научишь. Ну, если захочешь научить, тогда набери мне. Номер запишешь. Я тебя сам наберу. Ха-ха-ха. Ты не перебиваешь. Зачем ты перебиваешь? Все, херню не занимайся. Нет, зачем ты перебиваешь? Захотелось мне так. Имею полное право. Это кто сказал? Я тебе говорю. Достаточно этого. Кто ты? Я тебе говорю. А, Фунтик. Фунтик. Петух ты. Фунтик гуляет. Фунтик гуляет. А что, твоя дама что-нибудь, да? Тебе какая разница? Просто интересно. Ну, живи с этим интересом тогда. Я не врублю, не врублю, не врублю, не врублю. Дня сегодняшнего. Какая тебе разница? Пусть это интрига дня. Разница или какая? Просто интересно. С этим интересом тебе придется как-то вот жить. Как говоришь, тебе с этим? Интересоваться у других тогда. До конца дней мы жить с этим, не знанием. Я спать не буду, блядь, на чаевую. Не смей, не смей никогда. Не ешь, не пей, не какай. Просто делай все в себя. Все в себя делай. Это твой Фунтик подделает, да? Фунтик. Он петух. Понял, мы уже обменялись тут любезностями. Фунтик? Фунтик. Фунтик. А, Фунтик. О, какое красивое определение. Фунтик смотрела. Это очень мило. Фунтик смотрела. А ты кто? Я? Да ему уже обозначили. Это щекол. Кольчик пальто. Такой пальто это слишком. Кстати, хочешь пальто, знаете, по-моему. Видите? Вот. Походу, делай это. Слав, он хочет быть выше тебя. А? Он хочет доминировать над тобой. Слышишь? Куда? Пойди. Он хочет доминировать. Слышишь? Что значит не хочу? Ну, больше значит не хочу. Слав, он маленький. Не обижай его. Его все обижают. Никуда разбито. Нет, отойди. Полтора метра. Полтора метра, соблюдая дистанцию. Социальная дистанция. Полтора метра. Ковидные меры. Меры ковидные. Отойди от меня. Да что ты меня трогаешь? Отойди от меня. Я тебя не трогаю. Полтора метра, отойди от меня. Полтора метра, отойди от меня. Считаешь? Ты считаешь? Считаю. Я вижу на взгляд. Ответ. Считаешь? Слышишь? Ты такой нарываешь, да? Неадекватный, ну что? Да он неадекватный, Слав. Я вот встаю. Ну иди туда, убейся. Ну иди ты, убейся. Ты его, убейся. Ну ты, убейся. У тебя на голове не мозг, а нищий просто. Нет, у меня нет его. Ты же понял это уже. Все. У щеглов с дрячем словесным не бывает. У нас, понимаешь, у них даже извилин нет. Он такой, знаешь, маленький, такой весь кругленький и ровненький. Понимаешь? У нас извилин, у него вот как яйцо, знаешь, такое вот. И он вроде бы что-то говорит, но сам не понимает, что он говорит. Я тебе просто объясняю, что это такое. Мы с ним обычно чаи выпивали. Понимаешь? А ты так сильно расстроился, что ты не получил премию Дарвина. Мы сейчас по вечерам выпивали. Ой, по вечерам выпивали. По вечерам выпивали. Вечерние чаи. Не, может с утра, я не знаю. Да ладно, угомонись уже. Иди, иди, иди это самое. Попей, час, ходи. Я никуда не хочу. Вот так вот себя ведут заступнички, которые в водитель состоянии опьянения катаются. Заступники. Я просто тут проезжал, думаю, блядь, что тут заходят? Хоп, ты угомонился теперь, нет? Ты все вот заставили, что здесь нормально все, тебе пора ехать домой. Или ты за другом приехал? А тебе? А мы еще здесь не закончили. Вот, как ты пришли ехать где-то. А, хорошо, хорошо. Блядь, Вадик, ты берегись его. Больше будешь нашим, так скажем, активистом, будешь? Общественным наблюдателем будешь? Берегись его. Будешь, да? Он нападает на тебя. Ты к нам в ряды хочешь вступить, да? А что платят? Что платят? Это ничего не платят, ты что? Что не платят? Конечно, бесплатно. Ебануцем, блядь. Ух ты! Ну, что, что-нибудь там, я не знаю, какие-то... Хоть чупа-чупсы какие-нибудь выдают, но чупа-чупсы тебе выделим. Только мне помешать, тебе побольше. Я тебе выделю чупа-чупсы. Какой? Ну, побольше, если хочешь. Побольше и тебе. Да мне не нужно, я буду выделять тебе чупа-чупсы. Дать большой. Он мне нахуй не нужен. Только маленький. А в тантине не смешно, блядь. Вот стоят с тобой в черном, блядь. Они не хуя не нужны. Ты что можешь? Ты что можешь? Я тоже ничего. Так же все не могут. Да и помолчи. Ну, ты тоже, что-то. Ты заслужил нахуй, ела. Ты тоже получил. Ты тихо, он с бабой не жил. Ты тоже получил. Ты знаешь, кругом его бабы окружали. Он, ты знаешь, вырос такой вот, как баба, безопротивный. Такой вот. Да, да, да. Да, этого баба обижали, он терпнет цвета, старается выместить зонок. Вот будешь нормально разговаривать, сlovee не будет нормально разговаривать. Пойте, я хоть что-нибудь накрубил. Конечно. А что я тебя накрубил? Ты все и так знаешь. Или тебе надо объяснять еще все? Я не накрубил никому. Я тебя понял. Будешь нормально общаться, с тобой будет нормально общаться. Какое общение заслужил, такое получил? Я нормально разговариваю. Отлично. Никому не послал бы сюда. Ну, его пробивают, он, походу, лишённый. Да? Да, ну, походу, дело повторно будет оформлять, 264-й. Ну, пока не факт. Ну, это чё, это нет? Скажи, ты против пьянца за рулём? Конечно. Скажи, вот, если, допустим, будут смотреть потенциальные пьяные водители, что бы ты им сказал, обращение есть у тебя какое-то? Нет, нету. Никакого, допустим, не садитесь пьяными за руль. Негативное, да. Ну, скажи, не садитесь пьяными за руль, может быть, такое. Ну, ты видел, я на такси приехал. Не-не-не, ну, ты пожелания какие-то, может быть, дашь? Ну, это плохо. Это плохо? Конечно. А у нас такси сколько стоит? Да копейки стоит. Ну, согласен, лучше на такси приехать. Абсолютно верно. Всё? Нет. То есть ты против пьянца за рулём? Не поддержишь. Слушай, ты замёрз, слушай, конкретно. Согласен. Тебе бы... Даже персёдно. Да не, не, мне самому холодно. Я замёрзну, я железку эту держу. Знаешь, как холодно? Вот это жло. Не-не-не, если были вторые, я бы тебе дал бы. Точно? Да, если были вторые, дал бы. Вот, смотри. Да. Я тебе верю. А я тебе бы ещё нет. А что, он ещё не сказал? Подписывайтесь на канал Дорожный контроль, говори. Подписывайтесь на канал Дорожный контроль. Скажи. А что это Дорожный контроль? Это канал YouTube. Общественная организация такая. Канал? Да. Да. Скажи, подпишитесь на канал Дорожный контроль. Нет, подожди. Канал это... Ты только сопли вытри, а то не будет красиво наиграть. Как канал, что это такое? Да просто скажи. Подписывайтесь на канал Дорожный контроль и всё. Скажи. Не хочешь? Вверх, вот так вот. Пишите комментарии, ставьте лайки. Твоя, да? Какая тебе разница? Ну, просто интересно. Что ж ты такой, глянь, любопытный интриган? Любопытный. Да ему все. Он же не просто так тоже остановился. Он остановился, ему не ровно, что гражданин. Да? Тихо, ну так все ехал, блядь. Хуй, ну, блин, ну, нужна помощь. Что такое? Конечно. Да, да, да. А чтобы на катрики пажа стоят, помощь нужна просто. Так что, я твоя? Какие тут какие-то звуки? Твоя, не. Да? Твоя, не. Я своя, своя. Я не с тобой. Она своя, она правильно тебе говорит. Своя, я свой пацан. Я ж тебе говорю, своя. А, нет. Да? Я ж свой пацан. Я все, пацан. Вот так вот, видал? Как ты обознал, сынок? Не, я таким пацаном повидал, блядь. Ты не увидишь никогда. Сейчас, получается, будете предлагать ему освидетельствоваться на месте, правильно я понимаю? У него повторность здесь 64-я, да? Да. Я понял. Ну, приплыли, как говорится. Друзья уходят, да? Табр уходит в небо. Друзья уходят. Протокол-то оставьте! Что вы скажете? Ну, вы устойчивы стоите? У нас, виденцы, мы уверяю, указательные. Да, доханут, так, ну. Где вы стоите, выкачайте. Слушайте. Прямо. Ну, вот. Вам надо в битву. Смотрите, на что вы увидели. Давайте. Устойим. Вы продувать будете. Я пойдем с протоколом, сначала разобраться. Потому что там что-то написано. Я с Башаровым поговорю, чтобы вас взяли в следующую битву. Своя машина уедет в отдел полиции. Она весь до уголовного дела. Все, баран гигнул. Протокол написано, что понятен разъяснил статьи. Так, слушайте, которые положены, нам разъяснили. Субтитры сделал DimaTorzok